100 тысяч долларов за биткоин – это копейки. В будущем больше никаких медвежьих рынков не будет. История, которую я расскажу, довольно длинная и сложная, потому что нужно многое обсудить. Хотя это может быть неочевидно, но у нас была невероятная неделя. На рынке появляются люди, которые хотят продавать. Их проблема в том, что они не понимают. Биткоин даже за 100 тысяч долларов все равно недооценен. Кроме этого, продавать альткоины перед тем, что может стать самым взрывным булраном альты, как минимум недальновидно. Наихудший сценарий для большинства людей – это биткоин за 250 тысяч долларов, за 500 тысяч долларов и даже за миллион долларов. На обочине остается так много денег, которые ожидают очередной медвежий рынок и крупную просадку. У большинства людей до сих пор нет аллокации в биткоине. И с каждым годом они могут купить все меньше. Давай разбираться сразу же после того, как ты передашь за проезд. Проезд у нас стоит 1 лайк коин. Передал? Большое спасибо за поддержку. Последнее видео было очень взрывным. Давай сделаем и это таким же. Кстати, я просто обычный парень в интернете, который собирает публичную информацию в одно большое видео. Так что это ни в коем случае не финансовый совет. Итак, рыночная капитализация криптовалют сегодня перевалила за 3,04 триллиона долларов. Но на прошлой неделе она составляла 2,6 триллиона долларов. То есть за 7 дней добавилось 450 миллиардов долларов. И объемы просто огромные. 174 миллиарда долларов. Биткоин стоит 90 тысяч долларов, а индекс страха и жадности достиг 90 пунктов. Это очень высокий показатель и это на самом деле даже пугает. Обычно мы ненадолго задерживаемся на таких отметках. Но что происходит за кулисами? А там рождается настоящая черная дыра биткоина. Точнее Блэк Рока, который продолжает активно всасывать биткоины. Они лидируют. Это красная линия на этом графике. Не игнорируй то, что делает Блэк Рок. Они скупают так, будто бы это последний шанс купить. Фиделити, Арк Инвест и Битвайс тоже активны. Но до масштабов закупок Блэк Рок в ноябре не дотягивают. Да и в октябре тоже. За неделю было 2 дня распродаж, но 3 дня. Это очень крупные закупки. В целом, несмотря на то, что среди клиентов спотовых биткоин ETF были те, кто фиксировал прибыли, а они продали около 7 тысяч биткоинов, спотовые ETF все равно вышли в плюс. Они купили более 20 тысяч биткоинов за последние 5 дней. Теперь более глобальным вопросом. На сайте congress.gov наконец-то появился проект закона под названием Bitcoin Act of 2024. Либо же законопроект о биткоин-резерве, который предусматривает ежегодную покупку 200 тысяч биткоинов. Синтия Ламис называет это ключевым событием для США. Штат Пенсильвания уже заявил о том, что готов накапливать биткоины. Губернатор штата обещает внедрить стратегический биткоин-резерв на федеральном уровне. Такова черная дыра биткоина, которая выражается не только в том, что его поглощают крупнейшие корпорации мира, но и огромные штаты. В скором времени, кроме Пенсильвании, это будет Калифорния, будет Флорида. Калифорния по размерам могла бы быть пятой по величине страной в мире. Я уже молчу о том, какого размера ее экономика. Флорида могла бы быть 16 страной мира. Если такие штаты принимают биткоин, это все равно, что крупнейшие страны и экономики мира принимают биткоин. Но самое главное, никто не заметил, как мировой нарратив меняется с правительства запретят биткоины, на правительство будут его активно покупать. Это безумие. Теперь я буду обновлять эту карту Соединенных Штатов, отмечая на ней те штаты, что уже согласны принимать биткоин в качестве резерва. На данный момент эта карта выглядит именно так. Пока что только один желтый штат. В скором времени мы будем обновлять такие же карты и для других стран. Германии, Китая, Индии, Канады и так далее. Корпоративные и национальные казначейства все чаще будут рассматривать биткоин как стратегический актив. Я даже не могу подобрать слов, чтобы выразить, насколько это важно. Это будет главным нарративом 2025 года. Две вещи. Принятие государствами и накопление казначействами. Это нереальное время и я рад, что я жив в это время, чтобы увидеть, как все наши безумные фантазии, которые все называли теориями заговора, воплощаются в жизнь прямо на наших глазах. Все эти факторы вместе создадут постоянный спрос, который ограничит потенциал серьезных медвежьих рынков биткоина в будущем. Боюсь, мы можем прийти к тому, что привычных медвежьих рынков на крипторынке не будет, а будут лишь коррекции, подобные тем, что за последние 15 лет мы видим на индексе S&P 500. Таким образом, в будущем четырехлетние циклы биткоина переживут серьезнейшие изменения. И на это намекает Riot Sony. Обрати внимание на его инфографику, если это так можно назвать. Каждые четыре года мы видим красную точку. Это медвежий рынок. Но в будущем, как он считает, красных точек не будет. Будут коррекции, спады, но не медвежьи рынки. А все потому, что биткоин не только останется очень редким активом, чья редкость будет со временем расти, но и спрос на него тоже будет увеличиваться. Чтобы понять, насколько, биткоин крайне редкий актив уже сегодня. Приведу такой пример. По всему миру только более 60 миллионов людей являются долларовыми миллионерами. И если каждый из них захочет иметь один целый биткоин, то им просто-напросто не хватит. Ведь биткоинов всего 21 миллион, 4 миллиона из которых потеряны навсегда. Миллионы из которых держат холдеры, которые продавать их не хотят. Вообще никогда. Кроме этого, США хотят купить 1 миллион биткоинов. Пенсионные фонды хотят накапливать биткоины. И с другой стороны, те, кто понял биткоин, просто не хотят от него избавляться. Вспомню пост Эндрю Тейта. Или, например, вот этот из 2021 года. Как только люди поймут, что все дешевеет по отношению к биткоину, их желание продать его быстро улетучится. Доступного предложения просто не хватит, чтобы удовлетворить весь этот спрос. Недавно Майкл Сейлор купил 27 200 биткоинов. Это означает, что еще 27 200 миллионеров не смогут стать владельцами целого биткоина. Сейлор лишил их такой возможности. А это квартальная доходность биткоина. В текущем квартале 2024 года биткоин вырос на 43,9%. И это только середина квартала. Это просто безумие. Абсолютное сумасшествие. Сайфидан Амус пишет. Совет профессионала. Если биткоин стоит 200 тысяч долларов, не продавайте его и не покупайте доллары. Потому что если биткоин будет стоить 200 тысяч долларов, это означает, что доллар очень близок к могиле. Этот парень очень хорошо разбирается в деньгах. Если это произойдет, это может означать, что фиатный доллар, как и все остальные валюты по всей планете, в большой беде. Если это случится, то мы больше не будем оценивать биткоин в долларах США. Это будет лишено всякого смысла. Но вместе с биткоином растет и национальный долг Соединенных Штатов Америки, который превысил 36 триллионов долларов. Это огромная сумма денег. Они тратят деньги так, словно завтра уже не наступит. Каждый новый триллион долга делает доллар в твоем кармане менее ценным. И да, твоя национальная валюта может падать по отношению к доллару, но это лишь потому, что доллар лучший из худших. Вот почему мы в биткоине. Потому что каждая фиатная валюта идет на ноль по отношению к биткоину. Инфляция также бьет по потребителям. С 2020 года цены выросли на 30-40%. Но экономисты говорят, что все под контролем. Однако реальные данные показывают обратное. Инфляция это самый большой грабитель всех времен. Она украла больше денег и покупательной способности, чем кто-либо другой. И вот еще одна причина, почему мы в биткоине. Потому что он возвращает нам украденные. И защищает то, что еще не украли. ФРС США считает, что мы побеждаем инфляцию, снижая ее до 2,5 или 3%. Однако волшебных 2% целевой инфляции ФРС США никогда и не было. Тем временем на планете Земля потребители чувствуют себя уничтоженными после 30-40% роста цен на все. Стоимость жизни стремительно растет после пандемии коронавируса. И это ощущает каждый держатель фиатной валюты. Но не держатели биткоина. Вот простой пример. Медианная цена дома в биткоинах упала с 664 биткоинов до почти 5 биткоинов за последние 8 лет. При этом она выросла с 288 тысяч долларов до 434 тысяч долларов за этот же срок. Однако, когда ты смотришь на график, на красную линию, официальную линию, то кажется, что все в порядке. Экономисты говорят, что все в порядке. ФРС США говорит, что все в порядке. По телевизору говорят, что все в порядке. Что у них все под контролем. Но на самом деле мы должны смотреть на синюю линию, которая просто продолжает расти из года в год. Вот какова реальность не в головах экономистов, а в нашей повседневной жизни. Если продолжать слепо им верить и держать фиатные деньги, то на протяжении 10 лет ты просто разоришься. Так что это очень важно. Вот почему некоторые аналитики утверждают, что даже при цене 100 тысяч долларов биткоин как защитный актив от этого всего остается недооцененным. Например, сам Санмао заявил, что биткоин на уровне 100 тысяч долларов все еще недооценен. И то, что биткоин торгуется ниже этой отметки, даже с учетом недавнего взрывного роста, все еще является аномалией для биткоина. Он также удвоил свое предсказание до миллиона долларов за монету после того, как Министерство финансов США задумалось о создании биткоин-резерва. По его мнению, это может стать началом цунами, когда все страны мира начнут создавать свои собственные биткоин-резервы. Ну а мы, биткоинеры, будем просто сидеть, есть попкорн и смотреть, как все это происходит. Думаешь, 1 миллион долларов за биткоин – это безумие? Хэл Финн 15 лет назад сразу же после создания биткоина сказал одну очень интересную вещь. Он сказал, представьте, что биткоин становится доминирующей платежной системой. По текущим оценкам, общее состояние домохозяйств в мире составляет от 100 до 300 триллионов долларов. Учитывая, что у биткоина всего 21 миллион монет, такое богатство доведет цену одной монеты до 10 миллионов долларов. Так-то она так, но Финн забыл учесть одну важную вещь, которую мы только что обсудили. Биткоин растет, потому что обесценивается фиат. У биткоина нет потолка, потому что у фиата нет дна. Это значит, что Сальвадор в лице Наиба Букеле не просто покупает 1 биткоин в день, он накапливает по 10 миллионов долларов в день. Потенциально, перспективно. Сальвадор уже действует гораздо лучше Германии, которая продала свои биткоины. Вот пример. В 2011 году я продал веб-приложение на eBay за 10 тысяч долларов. Покупатель заплатил 4718 биткоинов, которые я тут же конвертировал в доллары США по курсу 2,12 доллара за биткоин. Сегодня эти биткоины стоят 429 миллионов долларов. Практически полмиллиарда долларов стоило это веб-приложение. Никогда не продавай свой биткоин. Пока что Сальвадор накопил биткоины на сумму полмиллиарда долларов, а их доходность уже превышает 500%. За это и стоит Наиб Букеле, которому, кстати говоря, пришлось столкнуться с огромным давлением со стороны Международного валютного фонда, который предупреждал Сальвадор и в 2021 году, когда Сальвадор только начал принимать биткоин. И даже сейчас, 4 октября 2024 года, Международный валютный фонд все никак не может отцепиться от Сальвадора. Но Наиб Букеле наплевал на них, сказав, дайте мне делать свое дело. Сальвадор выплатил свои долги с помощью биткоина и теперь просто накапливает судьбоносное богатство. Это был смелый шаг и он оправдал себя. Шаг микростратегии оправдал себя. Вспомни, что писали про них еще несколько лет назад. Биткоин-стратегия микростратегии потерпела крах, огромные убытки. Но что происходит сейчас? Все смотрят на микростратегию и хотят повторить их успех. Вот почему мы видим, как компании и корпорации начинают принимать биткоин точно так же, как это сделала микростратегия несколько лет назад. Пример Сальвадора – это пример того, что не всегда нужно говорить «да». Иногда нужно сказать «нет». И Наиб сказал «нет» Международному валютному фонду. Также стало известно, что появились опционы на спотовые биткоины ETF. Какая-то матрешка, я в этом не разбирался. Однако я знаю, что это означает, что SEC и CFTC буквально склоняются перед криптовалютами и цифровыми активами. Это означает больше ликвидности и больше денег для криптовалютного рынка. Это означает, что люди с большими деньгами будут чувствовать себя гораздо комфортнее и безопаснее, инвестируя деньги во все, что связано с биткоином. Биткоин шагает по планете, а его создателю, Сатоши Накамото, уже установили прекрасную статую в Швейцарии. Эта скульптура становится прозрачной под определенным углом. Таким образом, создатели хотели показать, что биткоин – это про приватность, конфиденциальность денег. И, кстати, насчет Сатоши Накамото. После взлета биткоина до 90 тысяч долларов, он становится 19-м самым богатым человеком в мире. Я думаю, со временем он способен обогнать даже Илона Маска. Кто еще в списке самых богатых людей планеты? Естественно, сам Илон Маск, у которого 303 миллиарда долларов. Ларри Эллисон – 224 миллиарда долларов. Джефф Безос – 219 миллиардов долларов. Цукерберг – 192 миллиарда долларов. И так далее. Здесь же Уоррен Баффетт, Ларри Пейдж, Сергей Брин из Google. Но сейчас я хочу привести один очень интересный пример. Стив Балмер на 10-м месте, а Билл Гейтс на 14-м. Примерно на 20 миллиардов долларов больше, чем у Билла Гейтса. Но у Билла Гейтса было больше акций Майкрософт. Балмер же не продавал эти акции Майкрософт. А Билл Гейтс продал, чтобы реинвестировать доходы в другие вещи. Например, в контроль над поставками продовольствия, вакцины и так далее. Если бы Билл Гейтс держал все свои акции Майкрософт, я думаю, он был бы богаче на 50 миллиардов долларов и, возможно, занимал бы 6-е место в списке, а не 14-е. Чему нас это учит? Что нельзя продавать выигрышные активы. Такие, как, например, биткоин. В марте 2020 года из-за коронавируса биткоин обвалился до 3000 долларов. И посмотри, где он сейчас. Более 90 тысяч долларов. Это рост в 2200% с марта 2020 года, когда абсолютно все боялись. Все равно невероятно. Видеть биткоин выше 90 тысяч долларов, я до сих пор не могу в это поверить. Хотя я всегда знал, что он будет расти. Какой актив может вырасти с 3000 до почти 100 тысяч долларов за 4 года? Таких активов просто-напросто нет. Это потрясающе. Если ты холдил все это время, то ты просто легенда и достоин лайка. Я ставлю тебе лайк. Но теперь я хочу перейти к самому интересному. Финальному краху биткоина. И затем к параболической фазе, которая будет длиться 300 дней. Согласно этому графику мы входим в параболическую зону в конце ноября. Точнее 28 ноября. Если сравнить циклы биткоина 12, 16, 20 и 24 года, то этот график говорит нам о том, что параболическая зона начинается 28 ноября, если история повторится. И как обычно мы ожидаем две вершины цикла. Первую фиолетовую и вторую красную. Мы снова и снова повторяем этот паттерн. Красная обычно выше, чем первая фиолетовая. Как видно на графике, фиолетовая, красная, фиолетовая, красная. И сейчас мы должны подумать, что произойдет после фиолетовой точки, которая ждет нас впереди вот здесь. Получим ли мы красную, получим ли мы вторую вершину? Или получим только одну вершину цикла? К сожалению, об этом мы узнаем только в будущем. И единственное, что может нас огорчить на пути к этим двум вершинам, это инаугурация президента Трампа 20 января 2025 года, если я не ошибся с датой. Но это точно в конце января. Обрати внимание на доходность S&P 500 до, во время и после инаугурации президента США. Мы видим, что до инаугурации мы стремительно растем. Но после нее мы видим коррекцию, причем достаточно серьезную. Это та самая коррекция, которая затем переходит в новый рост спустя некоторое время. Если судить по графику, это спустя около 100 дней. В принципе, это будет единственные 100 дней, во время которых можно купить перед тем, как полететь дальше вверх. Опять же, нас ожидают еще 42 миллиарда долларов от микростратегии, которые они планируют вкладывать в биткоин. Покупки Соединенных Штатов. Ходят слухи, что Дубай, Саудовская Аравия, Катар, все они сейчас занимаются майнингом или просто накапливают биткоины. То есть, все только начинается. А это означает, что возможные коррекции после инаугурации, возможная консолидация в размере 100 дней после инаугурации, может стать хорошим временем для накопления. Вчера мы говорили о том, что достаточно немного биткоинов было продано долгосрочными держателями. Учитывая цену биткоина, этот объем продаж действительно маленький. Биткоин улетел на Луну, и его практически никто не продает. На данный момент долгосрочные холдеры продали лишь 300 тысяч биткоинов. Это всего лишь 30% от того, что мы видели в марте 2024, когда мы впервые взлетели до исторического пика. После чего перешли в длительную консолидацию, когда цена ходила от 48 до 65 тысяч долларов. Сейчас, когда биткоин стоит 90 плюс тысяч долларов, давление продаж намного меньше, составляет лишь 1 третью от недавнего пика цены в марте этого года. Долгосрочные держатели фактически не продают. И это очень хорошо видно на этом графике. Если обратить внимание на пик прошлого цикла, мы увидим, что долгосрочные держатели массово продавали биткоины. Обрати внимание, какой был провал на этом графике. Сейчас такого не наблюдается и близко. Но хватит о биткоине. Перейдем к альткоинам. Это индекс альткоин или биткоин сезона. И он находится на отметке около 39. Это означает, что альткоины накапливать еще не поздно, так как альткоин сезон еще не наступил. Он наступит, когда этот индекс взлетит выше 75 пунктов. Обрати внимание на этот график. Это еще один отличный индикатор для отслеживания альткоинов. Он отслеживает процент альткоинов с 90-дневной доходностью выше биткоина. В 2021 году мы достигли 90% по этому показателю. А сейчас мы находимся на уровне 21%. Это означает, что еще не поздно покупать альткоины. Но теперь два взрывающий мозг фактора. Первый связан с техническим состоянием альткоинов, а второй с их рыночной капитализацией, которая подразумевает гораздо больше иксы, чем для биткоина. Это не что иное, как фигура чаша с ручкой. Мы уже видели, как из такой же фигуры выходили сначала золото, а потом и биткоин. Биткоин после того, как вышел из этой фигуры, полетел вертикально вверх. Точно так же, как и золото. Причем цель для биткоина около 125 тысяч долларов. А теперь обрати внимание на график рыночной капитализации всех альткоинов, кроме биткоина и эфириума. Здесь мы видим точно такую же фигуру, из которой уже вышли S&P 500, золото и биткоин. Как только мы выйдем из нее, взлет будет гораздо более впечатляющим, чем то, что мы видели на биткоине. На данный момент капитализация всех криптовалют, кроме биткоина и эфириума, составляет 750 миллиардов долларов. Цель выхода из этой фигуры около 2 триллионов долларов. Здесь это видно еще лучше. И мы видим, как многие альткоины уже формируют эту фигуру, чашу и ручку. Эфириум формирует такую фигуру. И как только он прорвется, альткоины начнут пампиться. Далее Solana формирует точно такую же фигуру, повторяя за тем, что уже сделал биткоин. И если это повторение продолжится, целью движения могут стать 400 долларов за одну монету. Но это не финансовый совет, естественно. Но вот что меня поразило больше всего. Если взять рыночную капитализацию всех альткоинов, кроме 10 крупнейших, то мы увидим, что она составляет всего лишь 283,8 миллиарда долларов. У одного эфириума капитализация 375 миллиардов долларов. Прорыв этих альткоинов должен быть проще всего, так как их проще всего накачать. Представь себе, каково это продать свои альткоины перед их масштабным взрывом, когда фигура чаши с ручкой отыграет так же, как уже отыграла на биткоине раньше. Это будет очень обидно. Теперь у нас есть еще один крутой момент. На американских фондах денежного рынка сейчас находятся рекордные 7 триллионов долларов. Триллионов долларов. Это просто безумие. И это несмотря на то, что ФРС США снизила ставки на 75 базисных пунктов за последние два месяца. Активы фондов денежного рынка удвоились всего за 4,5 года. И эти фонды платят в среднем 3-4%, которые к тому же еще и облагаются налогом на прирост капитала. Но фонды денежного рынка стремительно растут, несмотря на это. Растут так, как будто снижение ставок отменяется. Но почему это важно? Потому что как только снижение ставок продолжится, и люди не смогут зарабатывать свои 3-4% на этих деньгах, они найдут другие рисковые активы. И тот факт, что этот большой мешок наличных все еще сидит здесь и не вложен в такие вещи, как Тесла или Биткоин, на самом деле очень впечатляет. Но однажды эти деньги будут в Биткоине и в других рисковых активах. Например, в альткоинах, в которые побегут уже после Биткоина. Помнишь ту диаграмму? Биткоин, эфириум, крупные монеты и мелкие монеты. Если посмотреть на победителей недели, мы увидим Пепе, Эксерпи, Бонг, Доги, Ада и Флоки. Это топ-5 победителей недели. Забавно, что из 5 монет целых 3 это мемкоины, потому что за последнюю неделю мемкоины стали вторым самым взрывным сегментом криптовалют. Для Соланы это большой плюс, так как большинство мемов торгуются именно в ее сети. Солана становится неким подобием казино в мире криптовалют. У Эксерпи была чудовищная неделя. Он преодолел 1 доллар. Это связано с тем, что все ожидают отставки Гэри Гэнслера. Плюс технически он вырывается из огромного нисходящего тренда, который тянется с 2018 года уже 6 лет. Если он действительно из него прорвется, с подтверждением и превращением этого сопротивления в поддержку, холдеры Эксерпи наконец смогут насладиться огромным пампом, подобному тому, который мы наблюдали в 2017 году. И некоторые ставят целью этого прорыва отметку в 10 долларов за Эксерпи. Я думаю, мы все заслужили такую цену и даже больше. Армия Эксерпи ее заслужила своей верностью, поддержкой и терпением. Теперь я хочу поговорить про инсайдеров фондового рынка. Они зачем-то продают. Я выделю имена, которые продают больше всего. Джефф Безос. Большие продажи акций Амазон. Генеральный директор Палантир Александр Карп продает акции на сотни миллионов долларов. Это странно. Брайан Армстронг из Coinbase. Тоже наблюдаем огромные продажи от него. Что происходит? Почему эти инсайдеры сбрасывают свои акции? Давай посмотрим на графики. Амазон находится на пике, а Джефф Безос очень хорош в определении пиков. Так, в ноябре он продал акции на 3 миллиарда долларов. Сейчас он делает это снова? Определяет пик или что? Возможно, он точно знает, где находится пик акции Амазон и когда эти акции нужно продавать. Если бы Илон Маск продавал акции Тесла такими же темпами, об этом бы писали во всех газетах, а акции Теслы начали бы падать. Но когда это делает Джефф Безос, это никого не волнует почему-то. Далее Палантир. Здесь у нас практически blow of top. Посмотри на эту свечу. Это God Candle. Самый настоящий. Палантир это компания, связанная с искусственным интеллектом. Поэтому неудивительно, что она так выросла вслед за инвидией. И генеральный директор этой компании прямо сейчас, два дня назад, продал акции на 400 миллионов долларов. Почему? Может он тоже думает, что это уже пик? И наконец, последний, но не по важности, материал. Скорее всего, это даже послание всем, кого заботит их будущее. Если говорить о пенсионных отчислениях, средний американец за свою жизнь выплачивает около 600 тысяч долларов в фонд социального обеспечения. Если бы эти деньги были вложены с доходностью всего 5% в год, они бы превратились в 1,9 миллиона долларов, что практически в три раза больше. Но если бы эти деньги вкладывались в биткоин, то скорее всего эта сумма была бы значительно больше. Значительно больше, чем в три раза. Однако правительство возвращает в виде пенсии только 36 тысяч 900 долларов в год, что значительно меньше. Средний пенсионер может даже не дожить до того, как этот пенсионный фонд, который накапливал полжизни, иссякнет. Управляя своими деньгами самостоятельно, он смог бы получить как минимум в три раза больше денег и самостоятельно ими распоряжаться уже на пенсии. Поэтому главный вывод. Нет смысла полагаться на государственные программы, их низкодоходные инструменты и пенсионные гарантии. Лучше подумать о будущем сегодня и начать инвестировать в активы, которые действительно способны защитить тебя от инфляции и обеспечить достойное будущее. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Мы уже видели прорывы из таких фигуров. Субтитры создавал DimaTorzok